здравствуйте друзья я вас приветствую на канале openweb и перед началом основного видео я бы хотел бы обратить внимание на ответы пользователей первый пользователь который ответил правильно на предыдущий вопрос был вот этот но самый полный ответ был именно у этого пользователя а теперь по сути разговора почему именно SQL и MongoDB ну потому что эти две вещи у нас по умолчанию давайте зайдем на любой оператор по хостингу например вот это да и посмотрим что он предлагает предлагает он сразу мускул три базы да это не реклама да можно зайти например на рекру например опять в разделах хостинг и посмотреть то что он тоже предлагает мускул то что мускул и MongoDB в своем роде да в низшие да это уже как бы по умолчанию почему именно мускул а потому что во первых порог входа а маленький во вторых он в принципе быстрый в принципе легко рисовать те задачи на которые он специализирован сейчас рассмотрим в чем разница между реализованными базами данных и не реализованными базами данных реализованная база данных принято называть SQL а не реализованная новость SQL но это не совсем так что такое SQL SQL это на 100 означает это в принципе язык ну как и PHP язык программирования да но это язык запросов да для кого в принципе был придуман язык а он был придуман для мензора поэтому он имеет довольно нормальную форму то что он похож на простое английское выражение то есть select выбрать что флоп где вы как в принципе ну довольно легко читаемый но вы видели хотя бы одного менза в Эльдорадо который пытается в базе данных выборку по остаткам сделать в пользу SQL запроса я не видел вот так язык был сделан для одних а присутствует по духу другим у нас появился очень хороший инструмент для работы с базы данными давайте такой интерактив а как вы используете база данных для чего вам нужно что такое новый SQL новый SQL подразумевает в том что в нем нету языка для запросов ну это не совсем так то что 100 отличает базу данных от простого файла почему не можем мы хранить свои данные в файле наверное потому что как бы из файла довольно трудно достать ну понятно когда у нас например 1000 строчек то более-менее как-то мы достанем а если там 3 миллиона строчек как мы будем оттуда доставать нужную информацию выбирать показы строчки то у нас никакого железа на этого не хватит поэтому у NoSQL мы используем the zone массив для запроса у этой базы данных в принципе the zone это и есть язык запроса для NoSQL базы данных вот это например такой простой самый пример из MongoDB Shell где patch у нас является коллекцией find у нас metadam и собственно сам запрос where id равно единице то что мы у нашей коллекции делаем выборку по данному параметру свою собственность из себя представляет база данных типа SQL либо реляционная у нее есть большая база данных в которой хранятся у нас таблицы в каждой из этих таблиц у нас есть колонки колонки у нас строго структурированы и имеют определенный тип например id у нас как пара имеет тип integer body или там name и так далее тип там либо текст либо варчар либо от ситуации и разумеется у нас есть некие записи по этой структуре что у нас обычно происходит в любом нашем проекте то что у нас есть например страница page у меня есть некие инфикаторы и некие записи да например как body name то есть имя и тело нашей страницы ну допустим нам приходится подтянуть к данному пейджу некие теги тегов тоже может быть много что мы для этого делаем правильно мы создаем еще одну таблицу где перечисляем все теги но как нам подтянуть к нужной странице нужные теги правильно для этого у нас есть связи связями мы обеспечиваем собственно подтязку необходимых тегов к нас и таблицы у нас получается смешанная таблица где есть id тега и id страницы к этому как бы все привыкли такой метод более народно более привычный с него все начинают поэтому как бы кажется нам очевидно но что нам предлагает новый скейт в новый скейт тоже есть база данных как бы хорошо ну на этом у нас все дело заканчивается в базе данных у нас есть коллекция как бы вы подумайте ну подумать таблицу заменили с коллекцией ну еще дальше а дело в том что в коллекциях нету типизированных данных то есть там нету колонок вообще ну это не совсем так там есть на самом деле колонки ну чуть чуть попозже я расскажу все прикольно и в этих таблицах есть тупо у нас записи выполняются в дзессон массивах маленький секретик о структуре наших коллекция коллекцию можно представить примерно в таком SQL варианте где у нас есть идентификатор у нас записи а как нам без идентификатора нам надо так как найти нашу запись у нее есть идентификатор в некоторых базах он показывается нет в некоторых он немного скрыт и значение value который хранит собственно значение нашей записи собственно базу данных SQL варианта можно представить вроде как цель таблицы где строго типизирован у нас данных то есть у нас есть колонки у нас есть строки а новый SQL как в MongoDB можно представить как просто набор строк в формате дзессона и смотря на типизацию данных что нам даст новую SQL по сравнению с SQL а новую SQL нам дает свободу то есть например у нас в первой строке есть name body во второй строке у нас тоже есть name body в третьей строке у нас есть name body и у нас описание что произойдет в реализационной базе данных если мы за место двух записей закинем три записи разумеется у нас произойдет ошибка потому что под нее нету нужной колонки в SQL или как бы похер нет нет ну значит будет в этой записи у нас три значения в четвертой у нас нету ни имя ни тела а есть только описание пофигу пусть будет так а в четвертой у нас нет ничего и откуда-то появляются теги ну и ладно пусть будет так и здесь конечно вы возьмете загул а сто если будут какие-то у нас ошибки в структуре а структура ложится на голову разработчика вам все равно приходится проектировать свое приложение и так или иначе вы все равно проектируете структуру аналискейл просто освобождает вас от того что вам нужно еще проектировать базу данных вам достаточно под нее задать место а там вы уже на своей части разберетесь ну вы себе подумаете ну и ладно я же могу сделать тот же самый скил в базах данных как вот в этом примере да создам таблицу коллекции создам идентификатор создам все значения и так же будут их хранить зачем мне новый скилл база данных зачем мне так замок прикол если вы не знаете для чего вам нужна новая скилл база данных то скорее всего она вам не нужна проблема у нас начинается когда мы храним много информации когда у нас много транзакций что я имею ввиду под словом много много например 10 терабайтов это много 20 терабайт это много 10 гигов это мало то есть когда у нас заходит вопрос о например 30 терабайт информации и 10 тысяч запросов в секунду то у скрёла возникает некая проблема нам приходится делать кластер с базы данными а когда мы делаем кластер то мы сразу понимаем то все наши джойны полетели очень далеко новый скрель именно заточен под хорошее масштабирование и конечно отказа устойчивость если у нас упадет один сервис кластер что у нас произойдет ну у нас произойдет то что у нас цвет настроение синий вот и мать и о руках пекинь с проекта упал а что произойдет в ноуске или а может вы даже и не заметите ну вы замечите но вот потом наверное скажу еще не сразу то у вас что-то упало люди которые занимаются проективно басных систем они в принципе понимают что такое репликация данных в той или иной типе баз они знают то что в новой SQL это сделать гораздо эффективнее чем в SQL но в новых SQL нету некоторых вещей ну как в некоторых в сравнении с классической SQL базой она рубленная по самому не могу да она пробитает за счет этого большую скорость но в ней например нету авто инкремента то есть если нам нужен некий индификатор который возрастает на одну позицию нам приходится это делать на программном уровне в базе такого нету у нас нету джойнов потому что в принципе джойны ей как бы не нужны когда проектируется такая база она закладывается в то что все нужные ей данные хранятся в одной коллекции и попу же джойны ей тогда уже необходимы ей не надо лезть в соседнюю таблицу и смотреть что там у нее все здесь и сейчас ну из-за этого конечно быстрее скорость нам не приходится лазить по всему венчестеру в поиске необходимых данных у нее нет транзакции да, вы сейчас откроете какую-нибудь документацию по тому же MongoDB вы видите тут транзакции есть нет там транзакций да, одну запись в одно время она не перезапишет но что такое транзакция например у нас есть онлайн игра человек убивает монстра что происходит в принципе в этот момент в этот момент нам надо произвести транзакцию транзакция заключается в том что при убийстве монстра нам надо произвести некоторый апдейт в базе данных то этот монстр был убит этим игроком и в это время нам надо произвести апдейт то этому игроку досталось что-либо с этого монстра мы два запроса заключаем в транзакцию зачем мы заключаем в транзакцию транзакция нам дает право на ошибку если в каком-то из двух апдейтов случается неведомая фигня и он вылетает то оба апдейта не работают они откатываются а если у нас не будет транзакции например он может не умереть а смутки нам могут выпустить либо наоборот смутки нам не выпали а монстр вздох что и ведет в принципе к барам затем можно посмотреть гораздо глубже я дал только поверхностные знания таким простым примитивным языком чтобы даже водопроводчик как бы понял зачем что нужно я не гублялся далеко в термины если хотите продолжение по типизации таких бас то пишите конечно в комментарии мы рассмотрим а так всем спасибо за просмотр не забудьте лайк поставить подписаться на канал и с чем через 100 года и субтитры сделал DimaTorzok за просмотр Продолжение следует...